Лиц очень много. Они разные. Умные, хитрые, усталые, важные. Молодые и старые. Они смотрят на нас из прошлого и молчат. У каждого из них свой взгляд и своя тайна. Иногда кажется, что ты попал в лес человеческих лиц, и тебе из него уже не выбраться. Но вот проходит этот страх, и ты понимаешь, что нужно сделать, чтобы они заговорили и раскрыли свои тайны. Среди множества исторических лиц нужно выделить два главных. Александр и Наполеон. Наполеон и Александр. Рядом с ними сразу же возникает еще один персонаж, пока неизвестный и таинственный. И сюжет сдвинется, выстроится и понесется по дорогам Европы начала 19 века. В нем будет все, что нравится нам теперь в современных детективах и триллерах. Экшен, любовь, война, мистика, предательство, мужество и шпионаж. Прошлое придет в движение, и портреты заговорят. Париж. 26 февраля 1812 года. Ловушка для русского агента Александра Чернышева была организована по всем правилам полицейской науки. За два часа до начала вечерней службы в соборе Нотр-Дам на улице появились переодетые агенты французской военной полиции. Каждый из них занял свое место. Пока они должны были выступать в роли наблюдателей. Каждый из них знал, что угловое окно на втором этаже – это кабинет графа. Если в нем загорится огонь, то они должны покинуть посты наблюдения и окружить дом. Орест произвести стремительно, захваченного человека тайно вывести за пределы Парижа. В ночь с 26 на 27 февраля огонь в окне кабинета не загорится. Утром станет ясно – Александр Чернышев исчез из Парижа. За 24 часа непрерывной скачки адъютант двух императоров полковник Александр Чернышев скрытно пересек всю Европу. Он не бежал от французской полиции. Он спешил. Потому что в его дорожной сумке лежала копия плана французского вторжения в Россию. Точные данные о численности вражеских войск, донесения русских агентов в Париже и личное письмо Наполеона Бонапарта к императору Александру Первому. Все эти документы он должен доставить в Санкт-Петербург, передать императору Александру и сохранить тайну. Он сможет это сделать – доставить документы и сохранить тайну своей парижской мессии так, чтобы они не догадывались даже потомки. 1912 год. Российская империя отмечает столетний юбилей Отечественной войны против Наполеона. В официальной прессе и трудах историков ее торжественно именуют «Великой Отечественной». Не все согласны с этим определением. Один едкий российский журналист, пишущий для свободной, а не официальной прессы, немедленно задается вопросом, почему любая война в России обязательно становится отечественной, а через сто лет, когда все забыто и все участники событий уже умерли, ее можно объявить и великой. Однако такой радикальный подход к славному прошлому русского народа пока не вызывают у подданных империи поддержки. Для них люди 1812 года по-прежнему остаются настоящими героями. Сто лет назад именно они спасли Россию от захватчика. 1912 год. Величественное здание Храма Христа Спасителя в центре Москвы напоминает потомкам о воинской славе и подвигах героев той прошедшей войны. Накануне юбилея начат сбор реликвий и документов для музея войны 1812 года. По личному указанию императора Николая II торжествам придан государственный характер. Российская империя еще никогда с таким размахом и уважением не отмечала ни одну дату своей военной истории. Бородино место знаменитого сражения военной кампании 1812 года. Через сто лет здесь устроен пышный парад с участием Николая II, членов российской императорской фамилии, военных представителей иностранных держав и дипломатов. Среди них и официальные французские лица. За сто лет, прошедших после великого сражения с армией Наполеона, европейская политика изменилась. Теперь Франция является союзником России. Славное военное прошлое объединяет, а не разъединяет эти два государства. Многое изменилось за сто прошедших лет. Теперь император французов Наполеон Бонапарт, несостоявшийся завоеватель России, разоритель Москвы, великий полководец прошлого и бывший враг, стал кумиром русской интеллигенции и аристократии. Как безродный человек стал не просто главой государства, я подчеркиваю, не просто, он стал властителем дум европейского континента и прежде всего российского высшего дворянства, аристократии. Потому что бюсты Наполеона стояли не только у Лермонтова, Пушкина впоследствии и Цветаевой, не только. Бюсты Наполеона без треуголки, бюсты Бонапарта, консула, создателя Гражданского кодекса, стояли во всех просвещенных домах уже в первые годы 19 века. В 1912 году даже дядя Николая II, великий князь и знаменитый историк Николай Михайлович, пишет об этом французе как о гениальном полководце всех времен и народов. Своему августейшему родственнику, императору Александру I, выигравшему войну 1812 года и вступившему в Париж в 1814 во главе русской армии, историк из Дома Романовых в этих талантах отказывает. В его сочинениях победитель Наполеона выглядит довольно бесцветной фигурой. В 1814 году, когда русские вошли в Париж, первое, что делает Александр, глава государства, глава армии и монарх, он отправляется танцевать с первой женой Наполеона Жозефиной в Мальмезон, где она простудилась, потом умерла, как вот такое кара божьего наказания. Это первое. Второе, в Мальмезоне он, ну, так подозреваем мы, что, в общем, посещает спальню Наполеона и пропадают личные вещи Наполеона. Он заказывает свой портрет, парадный портрет, барону Жерару. То есть это такая тотальная страшная зависть. Через сто лет после событий, возможно, виднее, кто из двух императоров военный гений, а кто статист на сцене истории. Александр и Наполеон. Наполеон и Александр. Накануне юбилея были приоткрыты многие тайны прошедшей войны. Они стали основой для появления разных версий и гипотез, отличных от общепринятой официальной трактовки событий 1812 года. В России впервые публично заговорили об особенной канцелярии при военном министре, о секретной миссии графа Чернышева в Париже, о русских агентах в окружении императора Наполеона. Опубликованные документы подтверждали это и заставляли иначе взглянуть на историческую эпопею 1812 года. Не обошлось и без маленького международного скандала. В европейской прессе появились сообщения о русских счетах в Женевских банках. Их владельцами являлись знаменитые люди прошлого, наполеоновские министры и маршалы. Среди них Жозеф Фуше и Морис Толейран. Деньги они получали из России в одно и то же время, с 1810 по 1812 годы. Прошло сто лет после событий, и еженевские банкиры почему-то решили раскрыть тайну этих вкладок. Официальный Петербург оставил эту информацию без комментариев. Пусть в деле разбираются историки. Документы свидетельствовали, что еще в 1807 году в Тильзите этот наполеоновский министр иностранных дел вступил в какой-то конфиденциальный контакт с русским императором и стал его политическим осведомителем. Чем руководствовался Толейран, соглашаясь на сотрудничество, неизвестно. Но гонорары за свои донесения получал весьма значительные. Некоторые из них, по странной иронии судьбы, так и остались лежать на закрытых банковских счетах до 1912 года. И вот теперь эта тайная афера прошлого оказалась раскрытой. Еще документы свидетельствовали, что в 1807-1812 годах в Европе шла настоящая разведывательная война, главными героями которой были не Марист Толейран или Жозеф Фуше, а русские офицеры, сотрудники особенной канцелярии. Их не случайно называют первыми профессиональными русскими разведчиками. Свою роль в истории они сыграли еще до начала наполеоновского вторжения в Россию. Имена их станут известны только через сто лет после событий. Парадокс заключается в том, что в России 19 века их знали только как боевых офицеров и героев Отечественной войны 1812 года. Но ничего не слышали о них, как о разведчиках и военных агентах за рубежом. Тайну своей секретной службы на благо Отечества эти люди сохранили. Российская империя. 1801 год. В стране, раскинувшейся на просторах Европы и Азии, новости распространялись очень медленно. Пройдет месяц или два, пока столичный курьер с очередным приказом императора достигнет отдаленных пунктов империи. А если зима, весенний ледоход, неподкованные лошади, бездорожье, мартовская копель... Тогда курьер довезет столичную новость до подданных российского императора с опозданием. И ничего за это время в огромной империи не случится. Россия – страна больших расстояний, медленных новостей и всегда опаздывающих курьеров. Иное дело Европа. Там новость расходится быстро, как свежий товар. Иногда, даже еще до того, как что-то случилось. Мартовский переворот в России 1801 года в Европе ждали. Что происходит в 1801 году? Павла I, как мы знаем, убивают на деньги Англии. Вдумайтесь в это. Императора Российской империи, огромного государства, убивают на деньги другого государства. То есть это политическое, масштабнейшее политическое заказное убийство. И Александр I всю жизнь после этого живет вот как бы с этим домокловым мечом, потому что он понимает, что судьба его отца однажды может настигнуть и его. Санкт-Петербург. Михайловский замок. В ночь с 11 на 12 марта здесь был убит император Павел I. На трон взошел его старший сын и наследник Александр. Участие в дворцовом заговоре, закончившемся убийством отца, ляжет темным пятном на репутацию нового монарха. В 1801 году этот император только начинал царствовать. Он был красив, обаятелен и молод. Власти корона достались ему в 24 года. Александр всю жизнь свою вот до кончины отца находился в страшном, вынужденном лицемерии, потому что он был вынужден как бы улыбаться и одной партии, и другой, и Екатерине, и отцу. И вот это лицемерие потом сыгралось с ним такую и злую, и в то же время в чем-то профессионально положительную шутку. Потому что как дипломат он умел очень здорово обманывать. Он был актером. Однако первая же историческая фраза молодого императора звучала так. «При мне все будет, как при бабушке». Намек на Екатерину Великую вызвал в российской столице восторг, а в далеком Париже – приступ изжоги. За несколько месяцев до 11 марта 1801 года императорская Россия и республиканская Франция вступили в Союз. Из письма императора Павла I гражданину Бонапарту от 18 декабря 1800 года. «Я не говорю и не хочу спорить ни о правах, ни о принципах различных образов правления, принятых каждой страной. Я готов вас выслушать и говорить с вами». Возможно, это прямое обращение к недавнему врагу и вызвало ярость заговорщиков. Только безумец в один день и час может полностью перекраивать внешнюю политику Великой Империи. Со времен Екатерины Великой Франция, отказавшаяся от монархии и казнившая своего короля, являлась злейшим врагом России. А генерал Наполеон Бонапарт, порождение французской революции, ее самое опасное чудовище. В 1821 году, находясь на острове Святой Елены, он восхищенно заметит, какой роман моя жизнь, и ошибется. Не один, а сотни тысяч романов и книг будут написаны о его жизни, военной и политической карьере, о его невероятной судьбе. Судьба Наполеона столь невероятна в своем реализме, без всяких, так сказать, выдумок, что если вы принесете, вдруг вот некий человек напишет сценарий про жизнь Наполеона, родился на Корсике, завоевал мир сначала армией, потом идеями, Париж, 18-е Брюмера, переворот, Москва, Берлин, Вена, Египет и Святая Елена, маленький остров в Южной Атлантике. Ни один продюсер не будет сейчас это экранизировать, потому что скажет, что это фантастика, но слишком фантастика. Но такого не бывает, да? Оказывается, история гораздо более фантастична, чем любая выдумка. В 1800 году император Павел и первый консул Наполеон Бонапарт сделали многое для того, чтобы союз между двумя их странами сложился. Оба политика вели себя благородно, даже рыцарственно, так как видели несомненную пользу в таком союзе. Идея союза с Россией, который единственный мог дать возможность как-то серьезно сражаться с главным объективным соперником Франции, Англией, вот эта мания Наполеона, она притворилась в жизнь в последние месяцы, так сказать, существования земного Павла I. Наполеон сделал очень красивый жест. Он обмундировал за счет Французской республики русских пленных, несколько тысяч, которые были пленены в период кампании Суворова. Более того, он их наградил. Санкт-Петербург. Весна 1801 года. С воцарением нового императора Александра этот союз оказался под угрозой. Вот почему русская весна не радовала Париж и гражданина Бонапарта. В Россию срочно отправлен специальный представитель Наполеона Мишель Дюрок. Он избран для этой миссии не случайно. Нужен был человек, который смог бы не только собрать необходимую информацию о последних событиях в России, но и произвести на нового императора самое выгодное впечатление. Вот эта миссия, она очень интересна, потому что она достигла цели. И это доказывает, что союз между Францей и Россией возможен. Я хочу подчеркнуть, если бы договоренность между Павлом и Наполеоном были продолжены, если бы не произошло вот это страшное событие в Гатчине, то, наверное, я могу так предполагать, имея очень серьезные основания, обе мировые войны могли бы быть предотвращены в 20 веке. По сути, Мишель Дюрок – дипломат, разведчик и профессиональный военный эксперт в одном лице. Приятная внешность, ренома героя и успеху петербургских барышень помогают ему выполнить главную задачу – избежать разрыва между Россией и Францией и начать переговоры о заключении мирного договора. Александр I Мишеля Дюрока запомнит. Через несколько лет ему потребуется свой человек в Париже, уже при особе французского императора. Выберет он его из своих офицеров, помня о Дюроке. Правда, задача перед этим человеком будет поставлена совсем другая. В 1801 году Россия и Франция разошлись в бурном политическом море Европы, не столкнувшись. Однако в Санкт-Петербурге понимали, что это всего лишь короткая передышка. Войны начинаются задолго до того, как их объявляют. Так было во все времена и во все эпохи. События неслись во весь опор, как взбесившиеся кони. При этом одно событие цеплялось за другое, а промежутки между ними исчислялись часами, днями, в лучшем случае месяцами. После одного из страшных покушений на Наполеона, когда погибли люди в Париже, но он остался цел, какие-то, так сказать, нити вели к отпрыску королевской семьи герцогу Энгиенскому. Он был привезен, доставлен в Париж и казнен во рву Винсанского замка. Из сообщения послов, донесения агентов и слухов. 20 марта 1804 года расстрелян герцог Энгиенский. 21 марта во Франции обнародован кодекс Наполеона. 17 мая Франция отозвала своего посла из России. 18 мая Бонапарт принял императорский титул. Весной 1804 года в Европе запахло войной. Россия выступила против наполеонской Франции на стороне старых монархий. Александр и Наполеон стали врагами. Начиная войну 1805 года, русский царь призвал свои войска возвысить еще более приобретенную и поддержанную ими славу. Но не объяснил, во имя чего. Итоги войны были подведены через два года. Слава российской армии действительно была поддержана и возвышена даже в проигранных сражениях. Но имидж самого обаятельного и привлекательного из монархов Александра I заметно потускнел. Особенно после «Аустралица». Каждое поражение России Александра лично, «Аустралица», после которого армия была разбита до такой степени, что Александр без свиты ускакал с поля сражения, его нашли через несколько дней. Одного без адъютанта под деревом сидел, плакал. Понимаете, это сложно даже представить степень катастрофы. Не был Наполеон ни живым богом, ни исчадьем ады революций, но великим полководцем и военным героем новый император французов был. В отличие от своего российского коллеги. Анафема прозвучала с амвонов всех русских православных церквей в канун Нового 1807 года. Наполеон дерзает против Бога и России. Покажите ему, что он тварь с совестью сожженная и достойная презрения. Не верите ему, не спровергайте его злодейство. Анафема завершалась призывом вступать в ополчение и готовится к войне с богопротивной Францией. В результате кампании 1805-1807 годов армия Наполеона подошла к Неману и встала у Тильзита на границе Российской империи. Выход был только один – встреча двух императоров и заключение немедленного мира. Утром 25 июня оба императора, Наполеон и Александр, одновременно вступили в лодки и поплыли к плоту. Каждый со своего берега. Наполеон верной привычке опережать всех и вся первым зашел на плот и встретил Александра. Бывшие враги прошли в павильон и оставались наедине около двух часов. Политическая лодка на Неманской воде качнулась в сторону мира. Императоры друг другу понравились или сделали вид, что понравились. У одного из них возникла мысль установить между ними постоянную доверительную переписку. Естественно, после заключения мира и подписания документов. Сегодня такую форму общения мы бы назвали «горячей линией». Наполеон благородно предложил русскому императору самому выбрать человека на роль специального почтальона. Александр обещал подумать. В 1808 году граф Александр Иванович Чернышев станет этим доверенным почтальоном. Он главный герой нашей истории, пока неизвестный и малознакомый. Детектив только начинается. Главные тайны и события еще впереди. Субтитры создавал DimaTorzok